МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует программа о безопасности дорожного движения Патруль 76. В студии работает Никита Белохвостов. И мы начинаем. Очередной этап операции БАХУС прошел в Заволжском районе города Ярославля. Напомню, что мероприятие направлено на выявление автомобилистов, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За пятницу и выходные дни сотрудники госавтоинспекции поймали 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Все автолюбители привлечены к ответственности. За данный вид правонарушения это лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет с лишением права управления и штрафом в 30 тысяч рублей. Но данный вид наказания устанавливает суд. Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными и не позволять себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. О фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями сообщать в дежурную часть ГИБДД. Водитель, проверь свою готовность перед выходом на маршрут. В Ярославле прошел рейд по маршрутным такси. Инспекторы ГИБДД проверили техническое состояние автобусов. Мероприятие проводится в рамках целевой программы по профилактике нарушений среди перевозчиков и водителей пассажирского транспорта. На улице серо и промозгло. А значит, все больше людей предпочитают добираться на работу в теплом автобусе. Но безопасной ли окажется эта поездка, не знает никто. Чтобы предотвратить возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят проверки пассажирских автобусов. Очередной рейд прошел в Держинском районе города Ярославля. Выявлено на данный момент три нарушения правил дорожного движения. Это основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Значит, водители управлялись неисправностями при условии, которые запрещена эксплуатация. У некоторых водителей не работали световые приборы, у одного водителя отсутствовало медицинская аптечка. Один из автобусов попался с перегоревшей габаритной лампочкой. Водитель рассказал съемочной группе «Патруль-76», что же стало причиной возникшей ситуации. И пообещал все исправить. Сейчас просто погода такая, оно сейчас горит, влаги попало, все, лампочка перегорела. В отношении должностных лиц, допустивших выход транспорта на маршрут с нарушениями, будет проведено административное расследование. Все виновные будут привлечены к административной ответственности. А проводить рейды в госавтоинспекции продолжат и дальше, ведь на кону стоит безопасность пассажиров. В России уже не первый год реализуется проект «Лаборатория безопасности». Это передвижная площадка с уникальным оборудованием и методикой обучения. Цель в интерактивной форме сформировать у детей культуру собственной безопасности и вовлечь в деятельность по профилактике детского травматизма. Своя лаборатория есть и в Ярославской области. Какие мероприятия сотрудники ГИБДД проводят для школьников, смотрите в нашем сюжете. Лаборатория безопасности в Гаврилов-Яме. Ярко-оранжевая машина приехала к школьникам, которые на каникулах посещали дневные лагеря. Специалисты ГИБДД провели профилактические мероприятия, цель которых – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Участие приняли более 150 школьников. Ребята повторяют правила для велосипедистов. Многие ребята ездят на самокатах. Мы, значит, ребятам рассказываем о том, как нужно, необходимо знать правила дорожного движения и, конечно же, применять это на практике, потому что многие дети знают правила, а часто очень бывает такое, что они их не соблюдают на дороге. На базе ресурсного центра работало несколько площадок. На них школьники отрабатывали правила безопасного перехода проезжей части, управления велосипедом или самокатом, а также повторили значения знаков дорожного движения. Без внимания не остался и важный вопрос – использование световозвращательных элементов на одежде. В каком жилете на чем можно кататься удобно? На велосипеде. Сам по себе он даже очень яркий, да? Такие широкие две световозвращающие полоски обеспечивают себе максимальную видимость наверняка. Участники акции отлично справились с заданиями и ответили на все вопросы, касающиеся поездок в автомобиле и в общественном транспорте. Голова, конечно, от чего там? Его надо... Его ребенка приподнять? Умница, конечно же, нужно отрегулировать автокресло так, чтобы голова ребенка обязательно была зафиксирована. Ну а самыми интересными для ребят стали практические задания на проверку навыков управления велосипедами и самокатами. Лаборатория безопасности постоянно путешествует по городам Ярославской области. Программа направлена на формирование культуры поведения детей на дорогах и снижение аварийности с их участием. Тонировку прочь. Уже давно затонированные стекла являются причиной споров среди автомобилистов. Одни ругаются на вторжение в частную жизнь, у других тонировка машины вызывает подозрения. Но как следствие разговоры ни к чему не приводят. А закон тем временем уже существует, и наказание по нему вполне реальное. Сотрудники ДПС Рыбинска проверили, как обстоят дела с тонировкой в их городе. И о результатах вы узнаете из нашего следующего сюжета. Уже долгое время сотрудники ГИБДД борются с водителями, тонирующими стекла в своих автомобилях. Темная пленка значительно снижает светопропускание стекол. А это приводит к ухудшению обзоров в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Подобные обстоятельства повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обезопасить участников дорожного движения, госавтоинспекция на постоянной основе проводит рейды по выявлению затонированных автомобилей. В этот раз мероприятие прошло в Рыбинске. Без нарушений не обошлось. И пойманному водителю пришлось буквально соскабливать тонировку прямо на месте. Несмотря на то, что тонировка на стеклах может привести к чрезвычайным ситуациям, штраф за нарушение небольшой и водителей не пугает. Тем самым они ставят не только свою жизнь и здоровье под угрозу, но и жизнь пешеходов, которые находятся рядом с их автомобилями. Ответственность за данное право нарушения предусмотрена частью 3 прим. 1 ст. 12.5 в Кодексе об обезопасных правах нарушениях Российской Федерации и санкция там обезопасных штраф в размере 500 рублей. В госавтоинспекции надеются, что подобные рейды помогут водителям осознать серьезность нарушения. В дальнейшем автолюбители задумаются о безопасности как своей, так и других участников дорожного движения. По данным ГИБДД, ДТП с участием пешеходов чаще всего происходят в темное время суток. Чтобы снизить риск, сотрудники госавтоинспекции постоянно проводят работу, направленную на популяризацию использования фликеров. В Угличе профилактическое мероприятие провели в виде флэш-моба. Репортаж с мероприятия смотрите прямо сейчас. Яркие жилеты, танцы, отличное настроение. В Угличе прошел масштабный флэш-моб под названием «Засветись». Цель его – популяризация использования световозвращающих элементов. Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения даже транспортных происшествий с их участием. Участниками флэш-моба стали представители молодежной общественной организации «МАГУ», танцевальная команда и отряд «ЮИД Дорожный патруль». Помимо танцев ребята раздавали прохожим тематические памятки по правильному выбору световозвращающих элементов на одежду, рюкзаки, велосипеды и коляски. Мы делаем это для того, чтобы люди больше носили светоотражающие предметы, чтобы они заботились о безопасности своих детей, которые ходят, например, в темное время суток. Мы хотели вам дать памятку, которая поможет вам защитить себя, безопасность светоотражающих детей и какие светоотражающие устройства можно использовать. Съемочная группа «Патруль-76» узнала у прохожих, нужно ли, по их мнению, использовать световозвращающие элементы. Для меня в основном для детей. Нужно быть бдительными и своим детям всегда одевать светоотражающий элемент, когда со школы, например, возвращаются зимой в темное время суток. Кроме того, организаторы мероприятия провели среди жителей Углича просветительскую работу. В рамках социальной кампании без вас не получится. На уличных экранах города транслировали видеоролики, а сотрудники госавтоинспекции призывали родителей соблюдать правила дорожного движения и обязательно использовать при перевозке детей ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Примеры нашей программы «Патруль-76» смотрите каждую субботу утром. На этом у меня все. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры и разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok